Вы спрашиваете меня, человека, который уже 21 год живет вне России, и теоретически его даже и спрашивать не надо, уже хотя бы потому, что у него нет по русской традиции и права об этих вещах рассуждать. Но я думаю, что это неверно. Дело в том, что моя степень, как бы сказать, отдаленности или отстраненности от того, что там происходит, если в ней есть определенное преимущество, а именно на это я могу смотреть, или так мне кажется, я смотрю на это с определенной долей трезвости. То есть мое сознание, как бы сказать, не очень замутнено или не раздражено немедленными раздражителями. Это привилегия, разумеется, и это привилегированное положение, и человека, который привилегией такой обладает, в общем, можно и не слушать. Тем не менее, я скажу то, что я думаю. Дело в том, что основная трагедия русской политической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку. В общем, если угодно, в презрении. Это обосновано до известной степени теми десятилетиями, если не столетиями, всеобщего унижения, когда на другого человека смотришь как на, в общем, вполне заменимую и случайную вещь. То есть он может быть тебе дорог, но в конце концов у тебя такое глубоко внутри запрятное ощущение, что ну что, да кто он такой, да кто ты такой, и так далее, и так далее. И я думаю, даже что вот за этим, скажем, за этим моим, как бы сказать, подозрением меня в отсутствии права тоже может стоять, да кто он такой. И одно из таких, и одним из выражений вот этого неуважения друг к другу является именно вот это, вот эти самые шуточки и эта ирония, касающаяся в общем предметом которой, является в общем общественного устройства в обществе. То есть самое чудовищное последствие тоталитарной системы, которая у нас была, которая у нас царила и так далее, и так далее, является именно полный цинизм или если угодно нигилизм общественного сознания, да. И разумеется, разумеется, это чрезвычайно такая, как бы сказать, и удовлетворительная вещь, это же приятно пошутить, поскалить зубы и так далее, и так далее. Но все это мне очень сильно не нравится. Набоков покойный однажды сказал, когда ему стали рассказывать, это была какая-то ситуация, где ему кто-то приехал из России и расскажу ему русский анекдот. Он смеялся, 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 он говорит, замечательный анекдот, замечательные шутки. Но все это мне напоминает шутки дворовых или рабов, которые, издеваясь над хозяином, в то время как сами они заняты тем, что не чистят его стоила. Вот. И это то положение, в котором мы оказались. И, по-моему, может быть, я думаю, что было бы разумно попытаться несколько изменить общественную, как бы сказать, ну, попытаться изменить общественный климат. На протяжении этого столетия, в течение этого столетия, русскому человеку выпало такое, чего ни одному народу, то есть, ни одному народу, ну, может быть, китайцам досталось больше, да? Но я не хочу говорить о китайцах, и я не хочу говорить о других, чего ни одному народу, населяющему, в общем, северную часть Евразии, не выпадало. Мы знаем, то есть, мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни, да? Нас раздели и разули, и выставили, ну, в общем, колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого могло бы быть не, скажем, попытка, результатом этого, по-моему, не должна быть ирония. Результатом этого должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу. Я не вижу этого ни в политической жизни выраженном, я не вижу этого в культуре. То есть, это тем горше, особенно, когда это касается культуры, потому что, в общем, происходит такое, то есть, ну, самый главный человек в обществе, это человек более-менее остроумный и издевающийся. И это мне колоссально не нравится. Я опять-таки повторяю, я говорю издалека. Я думаю, что если мы будем следовать, то есть, вот тем, как бы сказать, указаниям или предложениям, которые на сегодняшний день доминируют в сознании, как интеллигентной части населения, так и неинтеллигентной, я думаю, что мы можем кончить потерей общества. То есть, это будет, в общем, каждый сам за себя, да? Такая волчья вещь, да? Такая волчья. 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 Продолжение следует...